Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о современной македонской женской поэзии, чтобы представить данную поэзию и ответить на вопросы. Активны ли женщины в поэтическом круге сегодняшней Северной Македонии и в какой степени? Какое влияние их голос оказывает на общество и о чем он говорит в целом? Какое послание он хочет донести до нас? Чем нас тронет? Чему нас научить? Чтобы ответить на данные вопросы, я буду опираться на антологию о Ваймуэту по Сону Молчани, в существовании первую антологию македонских современных поэзии, которая была опубликована в 2016 году. Антология раскрывает много интересных аспектов, из которых можно анализировать македонскую женскую поэзию. Но я сегодня сосредоточусь прежде всего на тематике «Мотивный аспект». Прежде чем начать, я бы хотела предупредить, что под пониманием женской поэзии в рамках своей лекции, несмотря на другие толкования, которые имеются у данного выражения, я под женской поэзией понимаю в основном художественную литературу, авторами которой являются женщины-поэтессы, а не феминистской темы и мотивы в поэзии. Однако я думаю, что такое исследование с точки зрения теории литературы и гендерной политики нашло бы в антологии о Ваймуэту по Сону Молчани много интересных вопросов и предположений для изучения. Чтобы лучше понимать современную македонскую женскую поэзию, я предлагаю посмотреть, взглянуть на самое начало македонской женской поэзии. Ясна Котельска в своей монографии «Македонскую женскую письмо» делит зависимость от года рождения македонских поэзий на три поколения. Первое поколение, в котором родились поэтессы в период 20-х и 30-х годов прошлого века. Второе – поэтессы, родившиеся между 1940 и 1950 годами. И третье – между 60 и 70 годами. Конец и начало 60-х годов прошлого века в Македонии характеризуется прорывом модернизма в поэзии, эмансипацией от старой традиции и появлением так называемого первого поэтического поколения, в котором впервые появляется и женский поэтический голос, сборник стихов Даницы Ручига «Сребряни ногми Игри» и сборник стихов «Грешница Евгении Шуплиновой», опубликованное в 1960 году, то есть целых 15 лет после нормирования македонского языка. Одной из первых македонских поэтесс является и Радмила Трифуновска. Именно этих троих Ирина Павлова-Деодорико называет забытыми македонскими поэтессами, заложившими основу македонской женской поэзии. Между поэтессами первого поколения можно еще упомянуть Лилиану Чаловскую, Катуми Сиркову-Руменову, Драгицу-Найческу, Бистрицу-Меркуловскую, Загорку Пресагяне-Садаровскую и другие. Ко второму поколению Ясна Котиска относит следующих поэтесс. Гордону Михайлову Башнаковску, Светлану Христову-Йоцик, Душицу Иллин, Лерку Тот-Наумову, Катицу Килавкову, Лилиану Дириан, Веру Чайковску, Марину Кокубайску, Весну Ацеску и так далее. Это самое плодовитое поколение македонской женской поэзии. Поэтессы этого поколения впервые затрагивают в своих произведениях феминистские вопросы, взгляды и тематику гендерного равенства. Например, Катица Килавкова в своем сборнике «Другое время», описывая женский мир, откровенно говорит о женской сексуальности. Или Светлана Христова-Йоцик в своих стихах пишет о доминантности женщин, о материнстве, а Лилиана Дириан в своих стихах «Природного поэва» говорит о внутреннем мире женского субъекта, который противопоставляется бытовой, повседневной кухонной мизансене. Македонская поэтессы, родившиеся в 1960-х, 1980-х годов и позже, составляют третье поколение македонских поэтесс. Это Сузанна Арсова, Гордона Стойковска, Лидия Димковска, Майя Апустоска, Кристина Николовска, Ваня Изова-Веловска, Елена Павлова-Деодорико и многие другие. В начале творчества от их поэтесс заметна отчетливая феминистская лирика. Третьему поколению по сравнению с предыдущими действительно было уже легче со своими стихами обратить внимание на свой голос, на свое творчество и, наконец-то, сказать не только «я», но и установить отношения между «я» и «она». Итак, как я уже сказала, чтобы представить современную женскую македонскую поэзию, я буду опираться на антологию о «Вэмуэту по страну молчания» или «Это мое последнее молчание» с подзаголовком «Панорама на актуальные современные македонские поэтессы», то есть «Панорама актуальных современных македонских поэтесс». Антология была опубликована в 2016 году под редакторством поэтесс Эллены Бренджевой и Оливеры Доциской. Целью антологии является представление сегодняшних, то есть современных македонских поэтесс, которые активно творят на родном македонском языке. В антологии представлено 53 поэтесс разных поколений от 30-х до 80-х годов прошлого века, рождение на толка те, которые за последнее время опубликовали несколько сборников стихов на македонском языке. Каждая из 53 поэтесс представлена в антологии тремя стихотворениями по собственному выбору, которые лучше всего отражают ее поэзию. Интересным является факт, что поэтессы перечислены в антологии в алфавитном порядке по имени, а не по фамилии, то есть начиная с «А» Александра Велинова-Радевска до «Ф» Фима-Клетникова. Такой порядок наводит на мысль, что женщины-поэтессы имеют свою полную идентичность только в своем имени, а не в своей фамилии, которую унаследуют либо от отца, либо получают от мужа. Самое название «Ова мое то после намолчания» «Это мое последнее молчание», несомненно, не является лишь случаем, так как оно представляет стих из стихотворения Даницы Ручига «Молчание». Таким образом, название символически предвешает новую эпоху для македонской поэзии, давая онемевшим македонским поэтессам собственный голос, который через «Ова мое то после намолчания» прозвучал во всей своей полноте, как нежный, но силный, приятный, но решительный, осторожный, но проницательный голос македонских поэтесс 21 века. Таким образом, антология «Ова мое то после намолчания» приглашает нас взглянуть в душу македонской женщины, раскрывает нам порывы ее сердца, мировосприятия и ведет нас на путь разрушения мифов и стереотипов о матери, дочери, избраннице и дальше продолжает по пути, где строятся новые убеждения, где обнажается истина женщины, изначальность ее бытия и самодостаточность ее существования, и где благодаря такому направлению достигается та самая исконность женского, зачатие Евы и оскорнение ее дыхания. Поэзо, которое наполняет стихотворение, объединенное «Ова мое то после намолчания», это поэзо, которое освобождает женщин от всякой стигматизации, выходит за пределы данных им обществом рамок и, главное, своим проникновенным голосом прерывает молчание македонских поэтесс. Мало того, что свои поэзы о македонской поэтессе 21 века осмелывают высказаться, нет, они даже говорят на темы, которые, как принято считать, для них неприличны. Здесь женщины говорят о политике, астрономии, физике, самоубийстве и прочих деликатных вопросах. Как я уже упомянула, есть разные подходы к анализу рассматриваемой поэзии, но я сосредоточусь только на тематике мотивных тенденциях и лишь слегка коснусь и упомяну языковые и стилистические признаки данной поэзии. Читая антологию о ваме то после намолчания, я выделила 10 самых частых мотивов, которые просвечивают сквозь стихи и македонских поэтесс. К сожалению, у меня нет достаточно времени, чтобы каждый мотив растолковать как следует, поэтому приведу пример из стихов только для самых главных мотивов, а другие лишь упомяну. когда человек думает о поэзии, скорее всего, подумает и о любви. Именно любовь – первый мотив, о котором хотелось бы рассказать немного. Кажется, что часто, говоря и представляя себе понятие «любовь» женщине, речь идет о слезах, о какой-то преувеличенной чувствительности и патетике. Но стихотворения македонских современных женских поэтесс свидетельствуют как раз о противоположном. Каждое из стихотворений, обрабатывавшую любовную тематику, пропитано даже каким-то презрением и досадой. Здесь речь идет не о каком-то любовном гимне, превозносящем любовь, не об оплакивании безответной любви, а, скорее всего, о приземленном оценивании и изучении взаимоотношений сквозь призм женской души. Например, стихотворение Ручей Кудрожи писательницы Гордона Михайловой Башнаковской – весьма наглядный пример эротической насыщенности, которая чувствуется в любовной лирике современной македонской женской поэзии. Также к такому мотиву относятся стихотворения «Энтропия наливовта», то есть «Энтропия любви» Мартии Марковской. Очень интересно, что данные стихи содержат немало научных терминов, которые обычно используются в физике. В основном считается, что эмоции противоположны разуму, и что любовь сопровождается страстью и жаром, в то время как наука славнокровностью и рассудительностью. Кроме того, физика и в целом наука – это же стереотипически мужская профессия. Поэтому в стихах Марты Марковской наблюдаем весьма нетипичное выражение для описания любви. И так, давайте прочитаем стихотворение «Пременета астрономия». Я бы хотела извиниться и отметить, что, к сожалению, у меня не было возможности получить переводы приведенных стихов на русский язык, но я в презентации попыталась хотя бы приблизительно перевести и содержание данных стихотворение. Итак, Марта Марковская, «Пременета астрономия». «Додека ми велиш, ништо не е сменето, космосот се расширил, а ние сме неколку галаксии подалеку друг от друг. Додека ми велиш, во твоята душа е облачна, а моята аура се полна и со солнце, те подсетувам де категоријата на хаосот е настаната од метеорологијата. Додека ми велиш, требаше да го сопремен времето, кога любовта имаше најголема пустина, а телета најголеми магнитни сили, те подсетувам дека црните дупки настана поради собствена имплозија и сега тие постојат и во нас». Здесь можно найти именно такие выражения, которые более принадлежат какой-то научной сфере, даже в названии, астрономии, потом космос, вселенная, галаксии, теория на хаоса, теория хаоса, метеорология – это имплозија и так дальше. Стихотворение «Как бит спесна любки антоска» или «Дам ми време» «Поэтесси снижени стойческой» представляют отличный пример той профонизации и поэтического описания любви, лишенного патетики. Один из интересных признаков любовной поэзы этих поэтесс – это возвышение любви через банальные, нетипичные поэтические приёмы, которые много в чём отличаются от нам привычного представления паэзи, воспеваюши безответну любовь. Например, стихотворение «Звезда», «Тесакам» «Мегу ангелите, снежковците, световите и обесените сврвени челапинја за подарок». «Тесакам» в новата година. Также, можна на этом месте прочитат стихотворение «Любкентаска» «Дай ми време». Надвор од ова реалност во некой паралелен универзум може би сме совршен пар. Во некой паралелен универзум имаме слика во рамка над камен одводневната соба. Во овој свет сме самомигновена слика су излозите крајко именуваме. Прочитанные стихи как раз подтверждают то, что македонские поэтессы могут воспевать любовь или выражать данное чувство, описывая какие-то повседневные ситуации. Следующий мотив, который точно стоит упомянуть, это мотив роли женщины в обществе. Стихотворения с такой тематикой отражают больше какое-то конструктивное разрушение стереотипов, чем намерением возвысить женщину обесценивание мужской роли. Марина Майковска отлично выразилась. «Има нешто повеке, подбойте и шаре милуто нажэнете. Светут и созданен во два дела. Нокта има ден. Денут има ног. Мажут бара жена, жена та бара маш. Секой зазима страни во овоще под эднина и множими». В антологии овай мэту после намолчания, стихотворениях, тематизирующих мотив положения женщины в обществе и в то же время отношения между женщиной и мужчиной, чувствуется некая энергичность, настойчивость, боевой дух женской души без сакова клише и идилличества. Данная поэзия с той тематикой критикует лицемерное общество, которое с одной стороны возвышает женщину как прекрасное украшение, а с другой унижает ее до объекта вожделания. Например, Биллина Табинько из Верштэн со своей песней отличный пример борбы за свой голос. Эта песня – пример осознания тишины, в которой долгое время жили македонская поэтесса. Биллина Табинько через свои стихи критикует проблему и указывает на бессмысленность и абсурд молчания, которому женщины в литературе подвергались и подвергаются из-за чувства неполноценности. Песня из Верштэн она раскрывает и развивает именно эту идею, как много женщины вынуждены делать, чтобы быть услышанными. Они должны молчать. С другой стороны, Элана Прэнджева, которая в данной антологии представлена с тремя стихотворениями в политичке корректно песна «Мойотмаш» и «Дооките отбаките», которые все обрабатывают тему положения женщины в обществе, наполняют свои стихи с сильной иронией и сарказмом и тем уничтожает гендерные стеротипы. Уже в первой строфе она указывает на поверхностность и пошлость, банальность женщин, которые пренебрегают своим внутренним миром за счет внешнего. В песне политичке корректно песна уже в первом стихе пишет «Сия продавам душата за козметика на телото». То есть «Я продаю свою душу для косметики за тело». О похожих признаках можно говорить и в стихотворении «Довојките от байките», то есть «Девушки из сказок». Пепелашка го скрши стакленото чевличе. Заспаната убавица јамачине соница. Снежана го зацрни тенот во солариум, цервенка по облаче бунда. Деойче тосок и бирчиня топал ви цигара. Прэнсовите имоткажа о любв. В этом стихотворении теперь Прэнджева ломает мечты, сказки девушек, каких-то любительниц романтических фильмов, если так можно сказать. То есть «Красная шапочка», «Снегурочка», «Спящая красавица» и другие они просто героини сказок. И насколько белизна далеко от черноты, настолько «Жизнь далека от сказки». Вово омойто посланномолчане к тематике роли женщин в обществе можно отнести еще стихотворение леди Димковской «Честная девойка». Еще один значимый появляющийся в македонской современной женской поэзе это исповедальный мотив. В исповедальном мотив поэзе я бы хотела выделить мотив жизни и ее смысл. Поэтессы воспринимают жизнь по-разному, но все они осознают, что жизнь не вечная, что счастье, вызванное мимолетными мгновениями на земле, лишь временное. Например, Александра Велинова-Арабевска понимает жизнь как путешествие, точнее, как некое скитание по пустыне, а вода выступает как метафора жизненной радости. Таким образом, по ее словам, жизнь это обрывистый, трудный путь. И когда мы наконец осознаем, находим то мелкое счастье, когда добираемся до оазиса в пустыне, мы даже не знаем, что сделать сначала. Следует ли нам сначала утолить жажду или смыть наши раны? Но совсем скоро нам предстоит снова подняться и продолжить путь к нашей цели, смерти. Момент свежести длился недолго, как счастье и радость. Интересное изтихотворение Билли Анистановской «На какое-то другое время», в котором, совмешая с одной стороны банальные и бытовые вещи, а с другой стороны абстрактные элементы жизни, достигается эффект мистического и сакрального. Например, свет масса, светленно ручей, то есть свет обед, светость здравица, святость тост, пожаре чаши и другое. К исповедальной поэзии можно еще отнести стихотворение «Яблок Ницитой Кукой Дервецот» с доклада венужитото веленовой радосты или живут молитва божьей Нитрайковской и, конечно, еще другие. В современной македонской женской поэзии можно говорить и о мотиве конечности человека, то есть о его тленности и недолговечности, и вся система о мотивах и вспоминаниях. На такой тематике основывается стихотворение Каде Бельяне Таддинко или все стихотворения Драгани Евтимовой, с которыми она представлена в данной антологии, то есть «Затнас» «Живот сограничена употреба и форма». Эти три стихотворения были опубликованы в ее сборнике стихов «Фусноти посыкяване», то есть «Сноски воспоминаний». И, как говорит уже самое название сборника, стихотворения написаны в форме сноса. Основной, то есть верхний текст раздел на самом деле написан в таком объективном безличном стиле, что напоминает антиклопедическую статью, особенно из-за своей прозаической формы. Текст внизу в виде сносок как будто дополняет выше приведенную часть своей абстрактностью, придает целому стихотворению глубину и переносное значение. Даже самая форма стихов в виде сносок изменилась, мы снова можем говорить именно о стихах. Как пример можно прочитать стихотворение «Зад нас». В песне «Изгубенет албом» или «Потерянный албом» Жаклини Филипповой Секаровской, используя мотив потерянного албома, то есть конкретного предмета, она создает некую визуальную подворку и порождает у читателя определенные воспоминания. Тем самым она рисует человеческий внутренний албом, то есть воспоминания. «Байтэса» показывает это эмоциональное состояние лирического субъекта с помощью метеорологической терминологии. Воздух от что бы воздивнуло, то есть воздух, которого я дышу, трешт от громов и молни, праздна пустелия от ялов дождь и так далее. Еще один очень важный мотив. Это мотив поэзии. В стихах этой тематики писательницы понимают саму поэзию как нечто существенное для жизни. Так как тело должно дышать, чтобы снабжаться кислородом, так и душа, душа женщины должна сочинять стихи, чтобы обеспечить себе свободу. Одной из особенностей стихотворения с мотивом поэзии является персонификация поэзии. Наде Поп Гаврилова, Оливия Радоцевская и Павлина Клинкар-Мянджиева в своих стихах описывают свое отношение к поэзии таким образом, что она становится осязаемой, ошутимой и реальной. Наде Поп Гаврилова, например, элегантно и радостно говорит о своих стихах, как будто она говорит о своих детях. На самом деле она и обращается к детям в первой строфе. Сья признаваме любовь-то. цуф стут веоблековам в уволнене чизни. Виставам шапка, шау и ракавици. Повторно ведутеровам. Мои дечения веоблековам на вечер при спиене и наутро при будене. Поэтому для читателя удивляет последняя часть стихотворения, так как мы узнаем, что на самом деле речь идет не о детях, а посмотрим о стихах. Любовь-то меги у нас стану ватсврст предмет ватсврста агрегатна состоя ба сосреднуваме по имагинармий отцвет и сья признаваме любовь-то. Ясна стиховите, стиховите мен. Как и Наде Поп Гаврилова, так и Оливера Дотцевска сья признава любовь-то, т.е. признается к любви к своим стихам, словно разговаривая с возлюбленным. Оливера доцеска пишет Стави ги на срцето сите зборови, измери ги со него и дай ми тежина, дай ми начин како да те купам, како да се продадам. Ешо, а поези пишут Славка Арсева, книгите Семоот Тестамент, Весна Моднишевска Авеляновска, Точката на Светот, Гордана Михалова Бошнаковска Македонската поезија, Снежена Стојчевска I'll never stop и так далее. Ешо, один интересный мотив это библейскими, то есть, библейскими мотивы. Здесь я бы хотела выделить больше всего мотив первой женщины, Евы, вплетён в стихи, анализируемой поэзией. Сузанна Веспасовска о своём стихотворении «Предавството на кожата», то есть «Предательство кожи», сравнивает сбрасывание старой кожи змеи со своим раздеванием. Секоје лето се повеки а свакем врската мегију Ева и змијата. Секоје лето кога кожата почнува да ми се распаге под врелото сонце. И так дальше. С другоа сторена, Ирена Павлова Деодорико сравнивает Еву со змијей, почти чудовищно представляе је в своих стихах в песни «Новата Ева», где читател становица свидетелем гротескной метаморфозы женщине в зми. Мотив Йелы также присутствует в следующих двух песнях Сузана Спасовска, Муата Эва, Любкандеска, Вицеверса. Кроме приведенных примеров, библейская мотивика довольно часто появляется и в других стихотворениях македонской современной женской поэзи, как, например, Милка Миндаване Прифатливо, Элизабета Йончик Насмевка, Архангалатко Бявова Нова Тарагене, Весна Ациска и так далее. Кроме перечисленных мотивов в стихах, собранных в антологии ОВАЭМУЭТУ ПОСЛЯНОМОЛЧАНИ, появляется еще следующий мотив. Мотив сна и сновидения, мотив молчания, мотив природы, мотив народной традиции, исторические античные мотивы и город как мотив, где поэтессы, как Олга Панкина, Гордона Михайлова Башнаковска воспевают Охрид или Скопье или Марина Мьяковска пишет, посвящает свои стихи хорватскому городу Руинь. Учитывая множество общих мотивов, встречающихся в стихотворениях ОВАЭМУЭТУ ПОСЛЯНОМОЛЧАНИ, я прихожу к выводу, что современная македонская женская поэзия очень разнообразная, интеллектуальная и общерная, и ее на самом деле не нужно обозначать на основе дихотомии как женскую поэзию, потому что кроме того, что она была создана женщиной, ничто другое не отделяет ее от так называемой мужской поэзии. Это просто выдающаяся современная македонская поэзия, которая и соблазняет, и убеждает. Франсуа Литвар, французский философ, конструктовист и теоретик литературы, считает, что женственность литературы зависит от содержания. Литература женственная, когда, например, соблазняет, а не убеждает. Это признак мужской литературы. А в данных стихотворениях, данной поэзии убеждение проявляется прежде всего в очень частом диалоге, в которого поэтессы почти все время вступают в своих стихах. Чаще всего это фиктивный диалог лирического субъекта с лицом мужского пола. То есть в данном случае диалог с женщиной обращающейся мужчине. Как, например, с облачем предпрозорец от науниверзума и воде любовь сомене. Или навет раньше пишу ваш читам, расскажу ваш слушам. Как видно, поэтессы в своих стихах не ссылаются на свои прелести и так называемые атрибуты, которыми женщина, как говорится, оболшает и соблезняет того, от кого чего она хочет, чего-то хочет. Но своим диалогом она бросает вызов читателям пренебречь визуальным и общим пониманием эстетики и сосредоточиться на комплексности сложности внутреннего мира, которые звучат в данной поэзии. Поэзии, объединенные в антологии о Ваймуту по сыном отчине часто проявляется и интертекстуальность. То есть поэтессы часто ссылаются на разных философов, писателей, историческое событие, что требует от читателя общерного познавания определенной темы. Можно выделить две группы или два вида интертекстуальности. Или поэтессы обращаются к женщинам, своим предшественницам, как будто хотят таким образом обеспечить в себе поддержку, уверенность, что они не одиноки и что за ними стоят их предшественницы, которые, пробив путь, теперь являются их примером и опорой. Или, с другой стороны, мы наблюдаем отсылки писателям-мушинам через уже упомянутые диалоги, чем подтверждается, что поэза не только мужское занятие, но и женская страсть. Интертекстуальный «Асиас» устанавливается и с народным творчеством, то есть с традицией и историческим мы-мотивом. В первой группе я бы, несомненно, упомянула стихи Лидии Димковской, как, например, стих «Аяс» не сиплашам от Вирджиния Вулф, я сиплашам от Лидии Димковской, сечу за нею? То есть «А я?» Я не боюсь Вирджинии Вулф, я боюсь Лидии Димковской, ты слышал о ней? Совершенно очевидно, она намекает на английскую писательницу Вирджинию Вулф, в частности, на пьесу Эдварда Албит, «Кто боится Вирджинии Вулф, то есть «Кто боится Вирджиния Вулф?» Также стихотворение «Назад по Виканам», где Димковская пишет, то есть обращается Эмилию Диккенсом американской поэтессой. Не сытните дубчиня, пробива жилки над цирной цвекинь. Не скрупните, белило то на фустан от острого как озима, а не с големи от отвор тргна ты самок. Is my verse alive? И поту а смрта стана почесна гостинка во дом данный стих «Is my verse alive?» это дословно взят из жизни Эмилии Диккенса. Кроме того, Элена Пренджева перефразировала стихи польской поэтессы Еви Зоненберг в стихотворениях «Честно, девойки от байки и мой от маши». Во вторую подгруппу можно поместить стихотворения как Назалису Парличев «Мири Ане Транчеви», посвященная Григорию Парличеву, выдающейся македонскому писателю и представителям македонской литературы XIX века и стихотворения Ирины Павловой Деодорико 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 насыщен с историческими мотивами. Также стихи Фимии Клетниковой с названием «Нула» основаны на философии Лаоце. Подходя к концу, как я обещала, коротко расскажу о стилистических особенностях данной поэзии. Но прежде чем рассказать немножко больше об этом, я бы хотела подчеркнуть, что в ОВАМЭТУ после «Намолчание» речь идет не только о 53 поэтессах разных поколений с разными профессиями, с разными взглядами на мир, на внутренний мир, но еще о стихах, которыми представляются поэтессы в этой панораме не обязательно из одного поэтического сборника или из того, же периода творчества в жизни одной писательницы. Это, конечно, затрудняет выделение общих структурных и языково-стилистических черт, поэтому я выделю лишь те, для которых можно найти примеры хотя бы в несколько песнях, собранных словам эту пустынам мучили. Прежде всего, речь идет о свободе, о какой-то легкости, что отражается в простой форме стиха, нестандартном использовании знаков припинания и вообще в непринужденной игре с внешней формой стихотворения. Например, об этом можем говорить в стихотворениях Эфтимовой из сборника «Сноськие воспоминания», то есть «Фусноти пасы кяване». Также распространена прозаизация поэтического выражения, зашедшего в немалом количестве стихотворений теряется осущением, что это стихи. Можно говорить о профанизации поэтического выражения, как, например, Македун Каянчева в стихах Невенька пишет «Кога Невенька не идешь на гости, куклята не мерисош на мисковину, на цвет удлильяче или на тимьянушка». Также подзаголовок, то есть выражение панорама очень уместен с точки зрения языковых особенностей, потому что перед нами открывается богатый спектр выражений. С одной стороны, здесь поэтессы настаивающие на непоэтических лексемах темах на холодных научных терминах, как Марта Марковская, энтропия, термодинамика, имплозия, на стихах объективного стиля, как Муниша Ставеляновская, визуэлны анимации, проектираат свет сонесовершенней пропорции, эластичен, складно аккорди от мелодичности на животности, инспиративна альтернация на созвучаво транзиция и так далее. Но, с другой стороны, можно говорить также о частых сантиментах и богатых эпитетах, полных страсти, проницательности и высокой степени абстрактности. Это, конечно, не означает, что я полностью охватила все черты, относящиеся к изучаемой поэзии, как и не означает, что указанные черты можно считать общимы для всей македонской женской поэзии. Полный анализ такой поэзии требует большого многослойного исследования, а я представила лишь небольшую часть этого конгломерата. Антология о вамуэту посланномолчане, которая впервые полностью собрала творчество нынешних, то есть современных македонских поэз, и дала возможность широкой аудитории читателей, любителей литературы познакомиться с ними, несомненно, является поворотным моментом в истории македонской женской поэзии и в истории в основном целой истории всей македонской литературы, потому что публикации антологии о вамуэту посланномолчане впервые на карту македонской литературы вступают все те пространные меры македонских поэзий, которые с самого начала македонской поэзии были заглушены и отодвинуты на второй план. Мне бы хотелось конечно все еще более тщательно разложить и рассказать, но так как время меня ограничивает, это все, здесь я остановлюсь. Больше вы, дорогие читатели, дорогие слушатели, можете почитать в моей дипломной работе с названием «Женский от глаз в македонской поэзии в интернете». Благодарю вас за ваше внимание. Спасибо.